Всем огромный привет! Меня зовут Яна. Сегодня 15 июля, суббота. Все нормальные люди начинают неделю в понедельник, кто-то в воскресенье, у меня в субботу. Ну, вот так получилось в этом месяце. И на ближайшую неделю у меня планы следующие. Я хочу вот в этом списочке, вот этим светлым маркером, подчеркнуть еще пять процессов. Для начала давайте я расскажу вам кое-что. Организационная эта неделя, которую вы смотрите, в июле будет последней именно снятой как неделя, потому что потом приедет маркетинс, приедет он ненадолго, но тем не менее. Поэтому я решила, что на это время я не буду снимать именно недели. Я сниму сразу результаты июля с вот этими вот, ну, то есть какие-то общие итоги, и расскажу, чем я занималась как раз последние, там, получится, дней 10, да, этого месяца. Но, значит, появилось достаточно много людей новых. Мне очень радостно, я очень рада, что вы, значит, приумножаетесь, вот. И хочу предложить следующую вещь, потому что под роликами новыми и старыми часто задают какие-то вопросы. Иногда, да, относящиеся или к Буэнос-Айресу, к Аргентине, или к вышивке, к актуальной, но иногда что-то там из старенького. Давайте под этим видео, которое вы сейчас смотрите, вы можете задать любые вообще вопросы. Вообще-вообще любые, какие только захотите. То, что вы там давно стеснялись спросить, то, что вы думали, что я рассказывала, может быть, что-то наоборот, что я не рассказывала, к слову, не приходилось. В общем, на любую вообще тему, эмиграции, не эмиграции, личные какие-то там, про вышивку, естественно. В общем, никаких тем табу я не делаю. Любые вопросы вы можете задать под этим видео. И мы посмотрим, если их будет не очень много, я расскажу в итоговом видео про июль. Если их будет достаточно много, сделаю какое-то такое отдельное видео и поотвечаю на вопросы, потому что вижу, что какие-то все-таки есть. И многие вопросы, которые мне задавали под другими видео, они могут быть интересны другим зрителям, которые недавно пришли и не будут все пересматривать. Хотя я знаю, что кто-то пересматривает, мне очень приятно. Но тоже понимаю тех, кто с самого начала смотреть не будет, а что-то вот конкретно интересно. По крайней мере, даже если это какой-то будет сложный и долгий вопрос, я смогу вам дать ссылку на видео, в котором я это уже рассказывала, например, и так далее. В общем, все ваши вопросы жду под этим видео. Ну, а теперь давайте приступим к планам на эту неделю. Значит, неделя будет у меня наконец-то. Ну, не знаю, наконец-то или не наконец-то, но новогодняя. В общем, знаменитый Christmas and July будет сейчас начинаться. Значит, я выбрала на этот месяц пять процессов. И вот, учитывая то, что в предыдущей неделе июля я вышла в одну неделю пять пятьсотов, в другую неделю пять тысяч крестиков, то как раз вот пять процессов мне на эту неделю вполне должно хватить. Давайте рандомно начнем. Я сейчас, я посмотрела, попробовала и на планшете очень бликует, потому что я сейчас у окна. И мы будем смотреть превьюшки в процессе, когда я буду непосредственно брать какую-то работу. Поэтому сейчас я прям все прикреплять не буду, чуть-чуть. Попозже это все посмотрим. Значит, у меня пять работ. Вот одна на пластике, сейчас такие общие материалы. Одна на Аиде, одна на кэшле с люрексом, еще одна на... Сейчас, секундочку, у меня тут неудобно все лежит. Еще одна на, по-моему, это Мурана с разводами Винтаж. И натуральный кэшелл. Вот такой вот. И у меня здесь, ну вот тут пока еще это незаметно, но это будут нитки с переходом цвета Савиного леса. Здесь просто примитивчик без перехода. Здесь достаточно такая большая полноценная работа. Здесь будет сборная игрушка. А здесь, ну, будет игрушка просто на пластике. То есть, чего я хочу сказать, что у меня пять таких весьма разноплановых работ. Разнообразных. Но понятно, что я за эту неделю сильно прям по ним, по всем не продвинусь. Я поставила себе целью на каждой работе вышить по тысяче крестиков. У меня на начало года было 97 работ. И вот я их все сюда выписала. И те, которые продвинулись на тысячу крестиков, а мне хотелось бы все-все свои работы в этом году продвинуть как минимум на тысячу крестиков, я помечаю вот светло-розовым маркером. Те, которые заканчиваются, я помечаю темно-розовым маркером. Как видите, финишами я похвастаться особо не могу. Ну, я и не стремлюсь. Так вот. Давайте посмотрим, что у меня тут. Значит, есть какие-то работы, которые более-менее тут что-то вырисовываются, и понятно, да, кто есть кто. Все мятенькое, потому что, ну, как вы понимаете, оно давным-давно, с прошлого года я к этому не прикасалась. Значит, где-то совсем мало что понятно, где-то я даже не знаю, где вперед, где зад. Каждую работу продвину на тысячу, и будет чуть лучше. Давайте расскажу такие общие планы и расскажу, с чего я хотела начать. Значит, здесь будет Дед Мороз на пластике. Дед Мороз от Ксении Дмитриевой. Мы попозже посмотрим превью. Здесь получится прибавить только шапку, как я понимаю. Я на пластике вообще не вышивала. Мне девчонки подарили в прошлом году несколько листов пластика. Я... Правильно я сказала? Несколько листов. Ну, наверное, так, да. Я давно живу в Аркентине. Мне простительно, правда? Иногда прям клинит, реально клинит. Причем в обратную сторону тоже клинит иногда. Забываю какое-то слово по-испански, какое-то по-русски. Ну, так вот. Я никогда не вышивала до этого на пластике. И, в общем-то, я вот прикоснулась. У меня одну работу я начала вот эту вот. И еще одну работу я начала такую осеннюю хэллоуинскую. Но обе сильно продвинуть не удалось. Поэтому повышивать на пластике будет... Мне интересно. Снова я уже забыла, как это было. Здесь очень классная будет рыбеха от Мамовичек, стич. Я там, может быть, что-то все-таки добавлю. Веселенькое в плане, может быть. Просто тут рыба в шапке в новогоднем. В колпаке в таком. И вот это вот, это меховушка от колпака. И потом будет здесь помпончик. И поскольку я его уже вышила, и мне, конечно, распарывать лень, я сейчас немножко жалею. Потому что мне относительно недавно Полина, большое тебе огромное спасибо, передала... Как они называются? Клауд? Короче, нитки, которые вот расчесываются и пушистыми становятся. И было бы здорово добавить. Ну, ладно уж. То же самое, в принципе, можно сказать про этого дедулю. Но вот так вот. Знаете, что я хочу сказать про этого дедулю? Что у меня... Я не помню, как это по... По схеме. Потому что, мне кажется, вот здесь, вот в этой меховушке от шапки. Это будет меховушка от шапки. Сейчас не очень понятно, потому что бэкстича нет. Ощущение, что вот тут вот она что-то затерлась и грязная, желтоватая. Я думаю, что вам сейчас на камеру это не особо видно, потому что свет такой не самый лучший. Хотя я у окна. Ну, зима, знаете, она и в Аргентине зима. Но я помню, что здесь, по-моему, вот в этой вот штуке были какие-то странные бленды. Ну, не скажу, что там бланк с 5200, но типа там 5200 с икрю или что-то такое. Или 3866. В общем, цвета очень близкие. Но вот сейчас издалека кажется, что здесь вот что-то запачкалось. Может, оно и запачкалось. Но с другой стороны там вот в молоке его тоже цвет виден. В общем, видны переходы. А я страдала, говорила, что видно не будет. Зачем вот это вот все? Значит, я на этом дедуле думаю, что было бы здорово повышевать бэксинч уже на тех участках, которые закончены. Вот обозначить ему какое-то лицо, печеньку вот эту. Понятно, что вот здесь я не смогу, потому что границ еще нет. Но очень хочется еще и зеленым повышевать. Здесь обалденное такое королевское зеленое кресло. Значит, про вот эту работу еще пару слов скажу. Я купила несколько домиков. Это домики от «Живущей на радуге». Я их купила. Там была какая-то акция. Я вот 6 домиков купила. Это у меня книжный. И видите, вот книжечки уже начинают появляться. И я для этого книжного, ну вообще для этих домиков, заказала какие-то там шикарные ниточки, из которых можно сделать такую типа как мини-мишуру. И все эти ниточки до меня никак не доедут. Я очень-очень надеюсь, спойлер вам такой, что в августе я наконец-то смогу снять все-таки видео про свои покупки, которые были совершены вообще черт знает когда. Но все никак ко мне не доедут. Вот. Если получится, то в августе мы это посмотрим. Ну а я пока, понимаете, неспешно двигаюсь. Ну вообще на самом деле не двигаюсь. Ну вот в прошлом году двигалась в те места, в которых, соответственно, можно без вот этих дополнительных материалов. На самом деле там мишура пришивается сверху. То есть это в бэкстичи. Поэтому такие так себе отговорочки. Но тем не менее вот будет вышиваться. Значит здесь аиды кусок большой. Прямо аж на все эти шесть домиков. Поэтому я думала, что все шесть выщу, а потом все шесть буду собирать, чтобы одинаково было. Но пока, как вы видите, не особо двигается. И, наверное, такая моя самая любовная любовь. Это совиный лес. Я, ну не то чтобы это любовная любовь, да, я ничего особо не начала, ничего не поняла, с чего бы мне это любить. Скорее просто хочется повышивать именно с нитками, нитками с переходом цвета. Я, когда покупала эту работу, это, если вы помните, команду Нового года. Вот здесь я сделаю превью, потому что у меня в саге там только актуальный чувак. А превью я сделала. Там их шесть сюжетов. Я начала со снеговика. И когда я покупала и начинала, у меня не было ниток для этого процесса. Даже в перспективе я не думала, что мне их смогут там купить, привезти. Поэтому я думала подобрать что-то там из переходов, которые есть у ДМС, у Анкор, что-то просто вышить однотонным. И поскольку начинала я в конце года в попыхах, у меня был там рождественский адвент, то я решила начать с простого, а именно с белого, который без переходов и так далее. И я, естественно, забыла, каким белым я вышивала. В общем, понятия не имею, что это за белый. И, ну, я подумала, белый, белый. Потом разберемся. Потом приехала сестра и смогла мне привезти нитки. Вот они, шикарные эти ниточки с приходом света. Это на все, естественно, шесть сюжетов, не только на снеговика. Вот они такие прекрасные. Много белого. Сейчас мы его посмотрим еще. Да, ну, классные. Там вот точно будет какой-то голубой. Это ПНК. Они немножко отличаются. Ну, судя по фотографиям, по крайней мере, они немножко отличаются от окраса ДМС. Мне кажется, там вот этот вот голубой и этот зеленый не такой ванильный у ДМС. А здесь прям такие вот единорожьи. Вот. И, значит, что с белым? Поскольку тысячу крестиков я собираюсь вышить далеко, наверное, я не сдвинусь. Я подумала, что надо, в общем, белым дошивать, а мне, естественно, будет неприятно шить каким-то не тем белым. У меня было подозрение, потому что лежала недалеко ниточка, что я начала анкором шить. Анкор 01, он, по идее, соответствует ДМС 5200. Но я вот сейчас приложила... Ну, понятно, что я... Вернее, непонятно. Я приложила сначала просто моточком, потом я приложила вот именно вот две ниточки. И мне он желтее. Ну, вот я вижу, что это два как будто разных белых. Поэтому я подумала, что ладно. Мне кажется, это нет. Приложу тогда 5200, потому что если этот, мне кажется, очень белоснежным, значит, точно мы отметаем и бланк, и анкор 02. И, соответственно, я приложила 5200. Не знаю, видно вам или не видно. И мне кажется, что да, что это он. Вот. Естественно, на всякий случай я приложила и ниточки савиного леса белые. И они мне, конечно, здесь желтят. Вот. Сильно прям, совсем сильно. Даже еще больше, чем анкор. Я буду ими вышивать, но уже не этот сюжет. Будет какой-то там Дед Мороз, Снегурочка, елочка. Вот там, где белый будет. Я повышиваю. Я, может быть, даже как вот этот вот фрагмент закончу от пуза, да, этого снеговика. А дальше какие-то штуки вокруг. Я буду шить нитками савиного леса. Но вот это я закончу DMC, который мне кажется, что он подошел. Вот. А я думала, что я где-то это, ну, либо записала, либо сказала в видео. У меня же было видео с вышивальным ответом. Так вот, представьте себе, я села смотреть это видео. Нет, я там ничего не сказала. Так что видео свое я пересматривала зря. Ну, разве что, вроде, просмотр себя увеличивает самостоятельно. В общем, шутки шутками, но очень хотелось все-таки достоверно знать. Но вот не получилось. Обычно я все-таки стараюсь записывать такие вещи. Я даже, когда черный цвет в каких-то работах заменяю DMC на анкор, я обычно записываю, что, типа, вот в этой работе я вышиваю анкором. Мне видна разница в большинстве случаев. Не только в качестве нитки, а именно в цвете. Поэтому я все-таки стараюсь записывать. Но вот иногда бывает, что халтурю и ничего не записано. Значит, у меня есть подозрение, что я начну все-таки с савиного леса, потому что, ну, я давно хотела, вот. Короче, какая-то из этих работ. Сейчас я начну. И я надеюсь, что за эту неделю все пять я смогу продвинуть и вам показать. Шестнадцатое число воскресенья. Я готова показать вам первые свои достижения. Первая из пяти работ достигла тысячи. Вот сейчас получше видно. И давайте ее найдем, вычеркнем. И я подробнее расскажу, где же он тут. Значит, это был снеговик. И там было очень мало процентов. А поскольку он, в принципе, небольшой, это я параллельно пытаюсь его найти, то он у меня достаточно быстро продвинулся до сорока с лишним крестиков. Я его все равно не вижу. Где ты? Где ты, дорогой мой снеговик? Так, будет смешно, если окажется, что я его вообще забыла внести. У меня было не 97 работа. Так, нашла. Я-то слово снеговик сказал. И вообще не настолько близко. Так, значит, вот. Такой чудесный снеговичок. Сейчас я вам все про него расскажу. Что у меня тут было. Значит, я обычно вышиваю солиный лес, не особо парясь по поводу оттенков. Ну, то есть, как ложатся там нитки. Я люблю в целом такую импровизацию. Но поскольку здесь все-таки симметричность какая-то в одежде, то я, конечно, заморочилась и вдевала одинаковые ниточки. И следила за тем, чтобы я шла в одну и ту же сторону. И, соответственно, чтобы получалось, что оттенки меняются равномерно. Вот с темным-синим я повышевала. Таким голубовато-бирюзовым. Цвет передается, ну, так себе. Потому что я сейчас не у окна. Потому что мне надо будет вам еще и сапку показывать. А у окна сильно бликует. Значит, белым я вышивала много. Не знаю, видна ли какая-то разница. Ну, мне кажется, видна. Но, может быть, это потому что я знаю. Да, вот эту часть я вышила DMC. А вот это уже нитки именно савиного леса. Значит, здесь вот я соблюдала симметричность и в одеянии тоже. А дальше это будет шарф. Сейчас я вам покажу, где. Никакую симметрию я соблюдать не планирую. Ну, значит, в шарфе уже будет импровизация. В варежках тоже будет импровизация. Ну, и все вроде здесь. Не знаю насчет цветочков. Может быть, буду соблюдать. Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, здесь я уже как-то буду вот рандомно вышивать. Посмотрим. Значит, я думала вчера уходить ли в метлу. Вот. Но в итоге нет. Поэтому этот моточек я даже не доставала. Вот у меня здесь моточки, которые в целом были. В работе сложил не так аккуратно, как савиный лес. Я примотала только то, что мне нужно. То есть, три цвета с переходами и один белый. Значит, я в итоге ушла в шарф, потому что уже на превью видно было, когда вот этот узор сливается вот с этим шарфиком. И поскольку никакого бэкстича ничего нет, мне хотелось обязательно, чтобы это контрастировало. Да, поэтому я вот тут вот думала о том, что мне хочется, чтобы начиналось обязательно с темного красного. По поводу ниток немного. Вот я вышиваю ламп, тоже от савиного леса. И там тоже нитки по инка, но там они все-таки без катышек. Ну, по крайней мере, мне катышки не особо попадались. А вот здесь, в этих нитках, особенно в светлых, достаточно много катышков. Они хорошо, к счастью, убираются легко, но тем не менее, вот они есть. И по поводу перехода цвета, мне кажется, что вот у меня там, ну, в лампах у меня всего там икрю без перехода и еще два цвета. Это достаточно темный такой синевато-бирюзовый и коричневый. Не такой синий, другой, ну, не важно. И мне кажется, вот в синем там тоже как бы два доминирующих цвета, а в коричневом все-таки побольше. А вот здесь, мне кажется, что у красного всего два цвета, у синего всего два цвета. И вот у этого бледного-голубого, ну, можно с трудом сказать, что там их три. Видите, например, здесь, наверное, максимально это видно, что вот такой бирюзовый, потом какой-то совсем такой светлый, а потом такой более насыщенный голубой. Но, в общем, как бы, что-то мне захотелось, чтобы это как-то вот цветов было побольше в переходах. Ну, то есть не просто переход от одного к другому и обратно, а чтобы было там три-четыре цвета. Ну, непонятно, что не разных прям цветов, да, не розовый, фиолетовый, зеленый, голубой, а просто несколько оттенков. Ну, все, мне нравится, как получается. Вот. И как-то я даже, знаете, как-то быстро вышла все. Я вчера вышла тысячу здесь. Не буду показывать, чтобы сильно там не отражалось на темном фоне. И здесь всего 2800, что ли. Вот, поэтому шить-то немного, но там их шесть сюжетов. И было у меня такое ощущение, что я хотела, вот именно хотела повышевать совиный лес. И как-то так вот быстро бац, и распиталась с ним, и все, и больше совиного леса не будет. Про совиный лес потом еще как-нибудь, наверное, в другом уже включении расскажу. Сейчас покажу вам ниточки, как они выглядят в перемотке. Я почему-то весь совиный лес вышиваю нитками, ой, нитками, иголками пони с голубым ушком. Знаете, такое пустырь, да? Будь цвета пусть будет еще больше. Вот, значит, синий, видите? Я вижу два всего оттенка. В красном я тоже вижу два всего оттенка. И вот в голубом, ну, там как бы, да, три, наверное. Ну, так, знаете, три притянуто за уши, но тем не менее три. Вот такие они чудесные. И, значит, совиный лес. Так, давайте я иголки туда же уберу. Спасибо турецким авиалиниям. Это я здесь что-то писала и отпечаталась. Спасибо турецким авиалиниям за такие чудесные коробочки. Дальше. Дальше вот здесь вот накиданные ниточки. Потому что я уже сегодня тоже чуть-чуть повышивала. А вышивала я вот этого дедулю. Значит, я с дедулей решила так. У меня же на еще пять процессов новогодних, да? И я сначала думала, что, ну, один вышел, а потом другой, потом третий, потом четвертый, пятый. Потом я подумала, что на пластике, наверное, вышивать подряд тысячу, ой, ой-ой-ой. Значит, тысячу достаточно сложно. Мне, знаете, самая сложность в пластике, это продевать вот на обратной стороне, закреплять ниточку. Я достаточно плотно вышиваю, поэтому мне там проковыряться, ну, очень сложно. Я так затягиваю прилично. А если не затягивать, тогда вот протираться здесь тяжело. Значит, я решила, что буду вышивать, ну, там, плюс-минус 200 в день. Получится за пять дней нормально вышить. И наверняка будет какой-нибудь день с форс-мажором, что я не смогу или не успею. И вот там два запасных дня будет. Я вчера вышила 200. То есть я вчера так ударненько повышевала. У меня получилось 1200 за день. Я понимаю, конечно, что это не каждый день будет. Мне просто на той неделе были достаточно такие активные очень дни. И я решила все отменить на выходные. И вот один день я даже вчера не стала монтировать. Буду сегодня монтировать. Я вот прям погрузилась в отдых и вышивку. Сегодня будут магазины. Сегодня будет уже какая-то домашняя работа. Ну, вот вчера я оторвалась. Поэтому сегодня я вышла на этой работе уже 100 крестиков. И мне еще 100, ну, до нормы дня, скажем так, не хватает. Значит, что я хотела по поводу этой работы показать вам? Оттенки. Значит, в этой работе используются. Сейчас естественное освещение. Ну, я так перед окном, но удовольна от окна. Я вчера девочкам фотографировала. Это при искусственном освещении. То есть, как бы там. Вот два цвета. Это даже не просто. Вот сколько, например, здесь вы оттенков синего видите? Ну, как бы я вижу два, да. Но нюанс знаете в чем? В том, что один цвет это чистый, вот этот вот 517. А второй цвет это бленд. Бленд из этих двух. А ну зачем? Кому это нужно и зачем? Во-первых, я бы даже как-то поняла вот этот цвет, потом вот этот цвет. Да? А не бленд из них. А вот бленд из них я вообще никак не понимаю. Дальше будет, кстати, не менее веселый бленд. Ну, тут все-таки на мой вкус разница видна сильнее. Но все равно будет бленд из них, понимаете? Если бы вот эти четыре цвета использовались просто, по порядку, да, я бы все понимала. Но бленд из вот этих и из вот этих я, честно говоря, не понимаю. Тем более на пластике. Ну, понятно, что бленды, они в принципе никому не нравятся. На пластике это, конечно же, не бэкстич четвертичный. Но все равно, ну зачем? Зачем усложнять работу для такой малютки? Причем вот этот вот цвет, он в чистом виде не используется. Он только в бленде. То есть вот эти два цвета у меня уже вышли. Слава богу, в помпончике тут все три цвета. Тут, кстати, достаточно резкие переходы дизайнера, видимо, не смущали. А в шапке почему-то смущали. Ладно, вышло и вышло, но не поняла зачем. Часто слышу, что на пластике ровно ложатся крестики. Сейчас смотрю на вот этот вот светлый крестик, какой-то криво легший. И думаю, почему у всех... И вот тут, кстати, ладно. У всех ложатся ровно, у меня ложится криво. В общем, я думаю, что я в этом дедуле успею вышить шапку. И все. Видите, что я смотрю? Мне почему-то показалось, что... Извините, опять я что-то все пошатала. Мне почему-то показалось, что вот этих вот квадратиков у меня получается как-то меньше, чем в саге. Но вроде нет. Ладно. Думаю я, что я успею вышить колпак с бэкстичем. Может быть, чуть-чуть залезу на само лицо, но я не смотрела. Так. И вот это я сегодня еще 100 крестиков хочу доделать. А следующей такой работой на ткани я запланировала рыбеху. Сейчас я вам ее вынесу. Сама поищу. По-моему, это вот так. Значит, рыба. Рыба это от Мама Витчик стич. И она тоже небольшая. Здесь всего 3,5 тысячи крестиков. Выше тапога 100. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Но тут такая фишка, что... Это я когда цвета подбирала... Давайте я уберу цвет, чтобы было попонятнее. Смотрю, вот этот цвет, значит, коричневый номер 310. И еще коричневый 310. Там что-то не могу найти никакой коричневый 310. Потом поняла. В общем, здесь почему-то некоторые цвета, преимущественно именно черный, они искажены и почему-то коричневый. Там, кстати, нитки, по-моему, в анкоре написаны. Но на самом деле это DMC. В общем, в саге какая-то вот штука случилась. Она не влияет на качество. Но когда ты смотришь на превью, рыба кажется более коричневой. А она на самом деле там и с черным. И такая же ерунда была в этом опоссуме. Я вышиваю опоссума. Вот там тоже самое, но... Я уже как бы научная вроде как. Но все равно забыла, потому что вот искала черный. Короче, в рыбехе я пойду. Повышиваю колбак. И с саму рыбу пойду. Она, по-моему, чудесная, прекрасная. Значит, я думаю, что здесь тоже все очень легко и быстро пойдет. Это я убираю. И... Интересно, конечно. Я не то чтобы сильно сомневаюсь в оттенке. Он, конечно, более, наверное, холодный. Рыбех у меня там в более теплых оттенках. Но что-то мне захотелось прям совсем какого-то контраста. Совсем какого-то новогоднего безумия. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, будет не так хорошо, как хотелось бы. Просто мне очень хотелось применить этот... Эту Мурана. Эту Мурана. Вот. Я не планирую сегодня вышить всю норму на этой работе. Потому что я буду монтировать. Это обычно занимает достаточно много времени. И плюс у меня еще там по пластику долги, какие-то домашние дела и так далее. В общем, нет. Не планирую тысячу крестиков сегодня. В понедельник. По идее, каждый понедельник я начинаю со своих таких обязательных процессов. Это работа на завершение. На данный момент это Анимоны от Алины Савченко. И свой проект года. Это карта мира от компании Банна. Но в этом видео я решила, что я сначала расквитаюсь со своими новогодними сюжетами. И если даже, не дай бог, так получится. Ну как, не дай бог. На самом деле, это вообще изначально мой план. Что за неделю я вышью вот 5000 крестиков. Это как раз 5 процессов. Если я вышью их раньше. Потому что много процессов. Да, вот как снеговик от Савиного леса. Как вот эта вот рыба. Они достаточно легкие. И должны вышиваться достаточно быстро. Если я справлюсь раньше, я, соответственно, введу сразу карту и Анимоны. Но если я не успею, то, соответственно, у меня будет там еще следующий субботовский день. Которые не войдут уже в эту вышивальную неделю, которую вы смотрите. И там уже буду добивать эти долги. Ну понятно, что совершенно точно на этой неделе я не смогу вышить все 5 процессов новогодних и норму в 1000 крестиков на карте Мира и 1100 на Анимонах. Это все логично. Поэтому что-то точно мы в этой серии не увидим. В общем, это я все к чему? К тому, что включение следующее будет не когда я возьму карту Мира или еще что-то. А когда на этой работе появятся 1000 крестиков. Ну или если я завтра куда-то отправлюсь гулять. Покажу вам немного Буэнос-Айрес. Всем привет. Дубак у нас. В общем, я сегодня гуляю не по работе. Так, давайте я это не буду трогать, чтобы мне шумело. Тут и так есть кому шуметь. Я гуляю сегодня не по работе, а вышло, короче, я сушить голову. Я отношусь к тем людям странным, которым проще... Ну в общем, все что угодно, лишь бы не доставать фен. За моей спиной в разгар зимы, я напоминаю, что зима у нас началась 21 июня. Сегодня какое-то там 16, наверное. Что мы видим за моей спиной? Сейчас покажу поближе. А видимый, я, конечно, показывала в прошлом году. Еще 150 раз покажу. Вот видите, начинает цвести магнолия. Потихонечку, потихонечку первые цветочки. Вот такая зима. Так, значит, очень холодно. Ноль ночью, максимум днем 10 градусов. Кошка сегодня совершенно отчаянно села на плиту. Ну, она была уже выключена. И прошло даже уже, наверное, пару минуточек. То есть она не поджарила себе свою прекрасную попку. Но явно ей это все дело не нравится, страдает страшно. Я, в общем-то, тоже не особо люблю. У нас, конечно, включены разного рода обогреватели. Но этого не особо хватает. Поэтому я вот вышла погреться в движении. Знаете, когда сидишь, все-таки зябко. А когда что-то поделаешь, ну, не будешь я чистая, там, убираться по дому. Правильно? Поэтому я пошла погулять. А вот тут, кажется, поспел урожай. Смотрите, сколько апельсинов. Много-много. Так, снимала я вам тут апельсины. А тут, смотрите, какое чудо, оказывается. Привет, приятель. Вон, какой лежит. Ой-ой-ой, какой злюка. Ну, понятно, ладно. Так, ну, целью моей сегодняшней прогулки было посмотреть, как поживает вот это вот дерево. Я знаю, что в японском садике сакура уже зацвела. Хотела посмотреть, как у нас тут на районе. Но, видите, тут стройка рядом. Поэтому особо много я вам не расскажу. Ну, и... Ну, мы видим, да, что... Что вот там вот прям уже вовсю цветет. Но... Ну, не все. Все прям дерево. Вот. Не думаю я, что я пойду в этом году в японский садик. Но если вы пропустили прошлогоднюю серию, ссылка появится в уголочке и в описании под видео будет. Видите, еще и свет не особо прекрасный. Ну, вот. Вот видно, что цветет. Ну, собственно, хотела посмотреть. Так что... Все. В августе можно начинать цветущие весенние работы. Магнолия начинает. Сакура тоже. Так что... Дошью своих новогодних и буду настраиваться на весну. Ничего не видно против света. 17 июля. Понятельник. Я вот вернулась как раз с этой знаменитой прогулки, где я сушила голову. Причем странные люди, да? И готова показать вам, что у меня тут готово. Значит, сначала все-таки про рыбу. Смотрите, какая. Хорошо, да? Странненько пока выглядит, да? Но... Вышивается она легко достаточно, несмотря на то, что может показаться, что тут вот такая все-таки есть разрозненность. Значит, в колпаке будут вот эти вот... Ну, видимо, это пузырики. Я не знаю, думаю... Ну, а это одиночки белым цветом. Я, наверное, потом их сделаю. Все-таки я сначала думала, может, чем-то заменить. Мне почему-то казалось сначала, что это какие-то, ну, украшения на колпаке. Потом поняла, что, наверное, нет, потому что тут они еще будут вокруг встречаться. Ну, в общем, пока я это не заполняла. Но не столько по причине того, что хотела чем-то заменить. А потому что, в общем-то, одиночки решила оставить на потом. Вот такая шикарная рыбеха. Глаза, значит, здесь уже готовы. Вот пасть. Тут вот эти вот ее зубы будут восхитительные. В общем, веселая. Пока шила только рыбу, да? Ни в какие листья. Тут вокруг вот эти вот какие-то водоросли, какая-то крабики там, эти рыбки тоже. Будут, в общем, много персонажей. Но пока я не бралась за них. Значит, по поводу деда хотел вам сказать. Я в прошлом включении все-таки немножко наврала. И сказала, что тут темно-синий. Вернее, два таких темных синих и бленда из них. И, ну, вернее, я правильно сказала, что здесь бленд из двух темно-синих. И один темно-синий как бы сольно. А другой только в бленде используется. А дальше еще два светло-синих. Они типа тоже в бленде. Нет, они без бленда. Они просто поодиночке. Но, честно, я здесь, ну, вижу. Не вижу я, в общем. Конечно, сейчас свет не самый идеальный. Но вот так вот, навскидку, не придираясь, прямо так вот разглядывая, я не особо вижу. Разницы точно так же, как я почти не вижу разницы между вот этим желтым и вот этим желтым. Да, ну, как бы, опять-таки, я знаю. Поэтому, мне кажется, я ее вижу. В красном тоже тут два цвета красных. Ну, единственная разница, которую между тремя зелеными я вижу, это, ну, уже нет, тремя цветами я вижу, это в зеленом. Все остальное не вижу. Ну, ладно, вышивается и вышивается. Кстати, по поводу вышивается. Значит, вышивается тяжело у меня на пластике. Значит, я брала 28 иглы, 28-ми я вышиваю, и у меня достаточно так тяжко проходит. Иголкой я даже попробовала вставлять ниточку, да, одним концом, чтобы вот в две нити была, а не в четыре. Потом поняла, что все-таки мне именно саму иголку тяжело прокалывать. Дело не в нитке. Причем, когда я это попробовала, я сразу же накосячила, потому что у меня тут создался узелочек. Сейчас я попробую его найти, где это было-то. Вот. Создался узелочек, я его не заметила. Заметила, когда уже, ну, что-то там... Ну, короче, то ли я его потом нащупала, то ли что-то я посмотрела и поняла, что там узелочек. Хотела, ну, как бы вернуться, потому что там буквально это два крестика я отошла. И не смогла, естественно, вернуться, потому что вот обычно, как я иголку вынимаю и ниточку распускаю. Тут-то иголку только разрезать. Разрезать что-то я не захотела. Я ее ткнула обратно. Она еще больше там запуталась. Ну, вроде как она не торчит, не мешает, не сильно длинная. И черт с ней. Подумала я. Вот. Но... Ну, вот так вот. То есть для меня вышивка на пластике такое сомнительное удовольствие. То есть как бы в плане оформить что-то вот именно на чем-то таком, ну, что держит форму, что не надо там оформлять, набивать там чем-то, просто обрезать по контуру и пришить что-то сзади и висюльку. Хорошая идея, но именно как процесс, сам процесс вышивки на пластике пока, по крайней мере, мне не доставляет удовольствие. Я продолжаю вышивать по 200 крестиков. Вот уже третий день вышило 200. То есть у меня остается еще два дня по 200. Так, на рыбе я сказала, что тыс. Все закончено. И следующую работу я вообще хотела взять каникулу Санты. Я, по-моему, с первого дня говорила, что я хочу взять каникулу Санты. Но в итоге в каникулу Санты я хочу все-таки повышивать там бэкстич. Я сейчас делаю уже к вечеру. И бэкстич я чуть-чуть, ну, не в настроении вышивать бэкстич сегодняшним, по крайней мере, вечером. Значит, это будет у меня вот книжный. Книжный от «Живущей на радуге». я, как вы видите, запялила так, что можно и витрину повышивать, и вот это вот сплошным цветом. Я даже нитки на вот эти все книги не отбирала. Я взяла нитки на вот, собственно, стену и на вот эту вот зеленую тоже стена. А вот на сами книги, а ну и на фон там, вот этот желтоватый, на фонарь. Все остальное не брала, потому что что-то мне подсказывает, что не буду я книги пока вышивать, ну, вот в этом заходе вышивать, а буду вот на тысячу набивать простые участки. Значит, здесь простых участков, в общем-то, достаточно много, но и непростых. Вот тут вот есть что-то, да, с дробным бэкстичем, с небольшим количеством крестиков. Ну, вот эта вот витрина один, одна такая сложная, и вот эта вот вторая, ну, как сложная, с более частой сменой нити, да, вот тут вот по три крестика, просто книжечки вышиваются по три по четыре крестика. Ну, и потом бэкстич на них будет достаточно много, вот, поэтому, поэтому пока, пока, наверное, буду все-таки двигаться по пути наименьшего сопротивления. Как обычно, подключусь, когда будет готова тысяча на этом процессе. бог мой, прямо-таки ночь, а я куда-то иду. Ну, на самом деле, это еще не расцвело, расцвело, не расцвело, не... Ну, вы поняли, короче, очень-очень рано. я просто в таком шоке и удивлении. Я вспоминаю, что для Москвы это, в принципе, нормальное дело, и полгода на работу я выходила в темноте, а долгое время еще и возвращалась, да, тоже в темноте. Вот, вот, а тут мы... У нас этот период все-таки не такой длинный, и рассвет все-таки пораньше, закат, правда, тоже пораньше, но суть в том, что мы же давно уже сидим на удаленке, и даже если у меня есть какая-то выездная работа, она практически никогда не бывает раньше десяти, но вот только когда у нас чековые книжки украли, я там пораньше выходила, но было почти лето, поэтому я несколько в таком шоке. Восемь утра, почти вон там виднеется рассвет, значит, по средам я сопровождаю русскую девочку беременную к врачам хоем, короче, помогаю я понимать, то бишь, работаю переводчиком, ну и вообще помогаю там с какими-то бюрократическими вещами, значит, и параллельно познаю сама прелесть бесплатной медицины в Аргентине, значит, у нас медицина, доступна бесплатная всем, в том числе и туристам, и что? А, ну вот, значит, я почему только сейчас познаю это, потому что у меня страховка, и я, честно говоря, очень мало сталкивалась с бесплатной медициной, ну лично вообще никогда, а вот в таком виде сталкивалась редко. Покажу вам госпиталь очень красивый, люди вот идут на работу, я почти тоже, госпиталь внешне красивый, внутри в целом тоже нормальный, и, в общем-то, что конкретно мне не нравится, почему я говорю так вот про прелести, у нас очень хорошие врачи в целом, врачи, которые работают в бесплатных клиниках, также работают и в частных клиниках, в этом плане все окей, но все-таки я ощущаю другое отношение, понятно, что очень много беременных русских девочек, которые не понимают, врачи их не понимают, это все дольше, сложнее, они приезжают на последних сроках, врачи нервничают, потому что ничего не успевают назначить, здесь все-таки какие-то отличия есть, и мне хватает той информации, которую привозят, и, в принципе, можно понять врачей, наверное, но я никогда не сталкивалась с таким отношением, наоборот, я всегда говорила, что врачи в Аргентине супердушки никогда ни в чем тебя не попрекают, что бы ты ни делала, чем бы ты ни болел, это не твоя вина, даже если это твоя вина, в общем, они не должны об этом говорить, и второе, что меня просто выносит мозг, это, в принципе, конечно, мы разговариваем, все либо похоже на Россию, либо лучше, но вот это бюрократическое пойти туда, что-то там где-то взять, то есть какой-то системности нет, я в прошлый среду шла, пока она была на мониторинге, я относила какие-то пробирочки на анализы, и подождемся, это еще был какой-то там другой корпус, пройдите туда, поверните сюда, ничего не понятно, единственное, что, конечно, аргентинцы располагают, улыбаются, и даже, если ты не туда стучишь, тебя там ногами не выталкивают, все очень приятно, там вот библиотека национальная и в прошлой серии по-моему, тоже показала, вот, и система, как взять талончик, да, это в России называется, на прием, надо прийти и взять талончик, на там регистратуру, в регистратуре взять другой талончик, в общем, короче, это платный госпиталь у нас, конечно, немного иначе работают, смотрите, какая красивая церковь, немного иначе работают, потому что там можно и онлайн записаться без проблем, и позвонить, здесь тоже можно позвонить, но ты попробуй дозвонить еще в бесплатный госпиталь, вот, сейчас мы к нему уже подойдем, я покажу, какой он красивый, ну, вот, я пришла, не такой, конечно, красивый, помните, как, давным-давно я показывала итальянский свой госпиталь, а некоторые там корпуса современные такие не особо, а некоторые вот такие старые здания, этот не настолько красивый, на мой вкус, сейчас еще главный вход покажу, так, ну, с этой стороны, наверное, вон там и деревья будут загораживать, переходить на другую сторону мне сейчас пока некогда, но вот такой, симпатичный, симпатичный, вот так, итак, среда девятнадцатая, и я вернулась домой, пообедала, значит, у нас сегодня была забастовка метро с десяти, поэтому я добраться, добралась на метро, обратно полупешком, полу на автобусе ехала, приехала, поела, и готова вам рассказать, почему не было вторника, значит, во вторник я вышивала, но ничего не показывала, не показывала, потому что меня выдернули на работу, причем, знаете, так, типа, время без десяти, двенадцать, Яна, ты можешь поехать в банк, до банка ехать сорок минут, там кое-что забрать, и привезти это в офис до часа, и с банка до офиса минут, ну, десять-пятнадцать, но как бы, типа, соберись вот прям сейчас, выходи в чем есть, и еще же в банке надо, чтобы все тоже порешали быстренько, поэтому я вот побежала, так вот, я побежала, все быстро порешала, все успела, все супер здорово, быстро все сделала из-за того, что так бежала, вот, но вернулась я с дикой какой-то головной болью, прям очень сильно болела голова, и я, конечно, вышивала, но не было у меня ни желания, ни возможности снимать, но я вышила, дошила норму на вот этом книжном, значит, смотрите, может показаться, что я здесь пошла реально по пути наименьшего сопротивления, вышивала вот эти вот такие достаточно объемные участки, но, видите, были книжечки коричневым цветом, там были книжечки черным цветом, ну, в общем, другими цветами, зеленым, которые уже здесь использовались, поэтому я их все-таки пошила немного, значит, бокстич пока нигде не шила, и хочу сказать, что здесь достаточно много крестиков, таких либо дробных, либо типа узкокрестиков, вот, но я вышиваю на такой аиде, она, мне кажется, вот даже по видео понятно, что она очень мягенькая, это какая-то, я не помню, как датская, что ли, в общем, я не помню, что за марк, ее привезла, 150 лет назад покупала в России, вот, она очень мягенькая и хорошо прокалывается, я, правда, не уверена, что это будет хорошо для оформления домика, но, если что, я его там проложу каким-нибудь флизелином, как флизелин, как это называется, но, в общем, вы меня поняли, так, значит, здесь 1000 готово, и мне, в общем-то, вчера нужно было выше 1000 вот здесь, ой, 1000, что я говорю, 200, и 200 на сегодня оставить, но я вышла 200, поняла, что у меня там остается еще 150, и, ну, в общем, я не знаю, почему у меня голова болела, да, я была не в адеквате, я решила, что еще и пятый день я мучиться с этим не хочу, и решила сегодня выше, ой, понятно, я, короче, после, значит, я же сказала, но те, кто прослушал аргентинскую часть, я по средам подрабатываю, скажем так, переводчиком, и что-то после этого туплю страшно, вообще страшно туплю, значит, я поняла, что я не хочу это все откладывать на пятый день, и решила, доделать все вчера, значит, я, чтобы можно было бэкстич комфортно вышивать потом в шапке, перешла даже в лицо, а потом все-таки у меня еще оставалось что-то, и я решила начать этот бэкстич, так, я вышла бэкстич вот здесь на помпоне, и здесь будут красным и желтым, вот эти вот, да, очерченные контуры, я пока сделала только красным, желтым не делала, но черт побери, как же это сложно, короче, я возьму, может быть, еще, у меня есть иголки, тоже 28-е, но пони, мне кажется, они, я не знаю, тоньше они, но они меньше точно, может быть, там будет лучше проходить, но это прям какой-то, прям пропихивать надо, пропихивать, я прям в какие-то моменты думала, что может быть, взять этот наперсток, наперсток это называется? У вас такое бывает? Или это чисто эмигрантское? Некоторые слова кажутся, что таких слов вообще не существует. Почему-то у меня это происходит со словом зима, особенно, когда я напишу ее буквами, мне кажется, такого слова быть не может. И когда-то у меня было еще такое слово колготки, мне прям вообще, оно, мне казалось, что такого, ну не может быть такого слова. Так, в общем, Тысячу я здесь вышла, честно, никакого удовольствия я не получаю от вышивки на пластике. То есть, как бы, в ней есть какие-то плюсы. Мне... Причем, вот я вышиваю, видите, с листа прям не обрезаю, мне комфортно все. То есть, это дело не то, что там пластик как-то неудобный мне или еще что-то. Мне вот это вот очень болезненно сложно продираться сквозь эти дырочки. Вот. И... Кстати, правнее стали смотреться, по крайней мере. Не знаю, сколько они. Действительно, вон зеленый кривой. Ай, ладно, черт себе. Короче, вышла и вышла. Не то, чтобы я буду забрасывать и больше никогда не вышивать на пластике. Нет. Я буду вышивать на пластике, но как бы вот прям все любовь и перехожу на пластик. Нет, такого не будет. Значит, мне остается пятый, последний сюжет новогодний. Вот. И это каникулы Санды. Давайте постараюсь не сильно вам отсвечивать. Не, буду сильно отсвечивать. Ну, как-то вот так. И видите, у меня главный персонаж, он уже вышед. Ну, вообще, там нет бэкстича еще. А бэкстича там много-много-много. Вот. Но я хочу не только бэкстич повышивать. Я начну, конечно, какие-то контуры делать бэкстич уже. Но я подразумеваю, что это будет мне не так уж прям совсем легко даваться, потому что его действительно очень много. Значит, темным цветом там делается бэкстич в одну, две и три нити. Но он не черный, он коричневый. Что еще? По каким цветам там еще бэкстич есть? Я что-то сейчас уже закрыла и не помню. Но белый точно есть. И, по-моему, тоже он там несколько сложений. Значит, и параллельно, в общем, чтобы не уставать от бэкстича, зелененьким буду вышивать. Да, здесь кресло, ну, понятно, со всех сторон. Здесь что-то красненьким еще пропущено. И вот здесь вот цветочек. Как это? Наверное, это астралист. Вот. И тут зелененьким будет в шапке. Поэтому вот такая вот. Вот. У меня неделя пока складывается. Понятно уже, да, что... Ну, сегодня-завтра. Завтра, наверное, я закончу тысячу. И можно будет приступать к нормам постоянным. Это анимоны и карты мира. И явно они войдут в эту серию. Но пока ждем финиша по... Ну, финиша. Финиша нормы по этому дедуле. И скоро я к вам подключусь. Четверг, 20 июля. У нас сегодня вообще-то день друга. У меня был какой-то... Наверное, не было. Еще раннее утро. Я еще не садилась вышивать. Это я то, что вчера вышла. Почти 600 крестиков. Видите, начала уже бэкстич. Начала фрузелки. Ну, пока только одним цветом вышивала, потому что будет еще белый. И пошла, значит, в кресло. Я не знаю, что это... Что хотел сказать автор вот этими фрузелками. Это что это? Крошки от печенья к в усах. Они еще будут вот здесь вот. А здесь, например, не будет. А вот здесь будет прям по всей протяженности усов. Как-то так. Но я собираюсь все по ключу вышивать, потому что это самое... Я видела отшив, и мне очень понравилось. Вот. Здесь кэшел с люрексом. Это мне Настюшка дарила. С барского плеча. Значит, про основы. Я тут... Во-первых, про основы. Во-вторых, я еще давно, когда показывала Савинный лес, хотела кое-что рассказать. Сначала про основы. Я тут вдруг вспомнила, что у меня же сестра в далеком там каком-то марте, да, вроде март это был, или февраль, привозила, ну, покупки, да, и подарки, и так далее. И там вот были основы, и я что-то решила покопаться, посмотреть, что это я там заказала, потому что я вот как один раз сняла на камеру, так больше и сама не прикасалась к нему. Там в отпуск уехали, и в общем. И, значит, я смотрю, 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 и вот у меня некоторые вопросики. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь отрезов. Оттенков таких, на которых я вообще никогда не вышивала. Я, я не знаю, чем я думала, я не знаю, зачем, почему. Я, в общем, сидела, я это разбирала в ночи, не стала в момент, ну, то есть я не ожидала, что это так будет, и в моменте, естественно, ничего не снимала. Ну, допустим, вот эту ткань я хотела попробовать, потому что ткань эту, не знаю, но я еще другой цвет купила, зачем этот? Ну, ладно, он достаточно такой нейтральный. Окей. Морковного цвета муран. Зачем? Почему? Зачем? Для чего? Ну, ладно, я там вроде что-то какой-то примитив хотела сделать. Здесь то же самое. Я эту основу не знаю. Ну, допустим, я хотела попробовать цвет, и он... Ну, нет, этот я не назову нейтральным. Он такой прям желтый-желтый. Это что? Это Ева. Это дальше все Ева. Нет, я люблю Еву. Не настолько. В общем, просто они такие совсем не... Там еще есть вины, и я его не принесла. Ну, он очень красивый. Я тоже не знаю, куда, зачем, почему. В общем, это что-то странное, конечно, со мной случилось. Я очень сомневаюсь, что я когда-нибудь придумаю... Что я когда-нибудь придумаю вообще, что на этом можно вышли. Ну, понятно, что в этом году можно не париться, потому что у меня год без стартов. Я думаю, что когда выйдет это видео, я сделаю... Ну, поскольку здесь нельзя, на YouTube нельзя же картинки прикреплять, сделаю в Telegram опрос. Может быть, вы мне что-то посоветуете, какие-то схемы, наборы, которые были бы классно смотрелись на вот этих дизайнах, ой, на вот этих основах, на вот этих цветах. Ну, вообще, я в шоке, конечно. Я больше думаю насчет примитивов. Я вообще что-то в последнее время, видимо, устала. Или я не знаю. Или я просто вот все навышивались этого савиного леса, а я только сейчас начала. И мне вот нравится что-то такое. Или совсем примитивное, или вот с переходами еды. И я, в общем, я же в этом видео уже вышивала снеговика савиного леса. И я пока к нему готовилась, я думала, что, блин, классно-классно. У меня сейчас в работе два савиного леса ламы, которых я уже давно не брала, скучаю тоже. И вот эта вот команда Нового года, которая начала со снеговика. Значит, с снеговика я быстренько как-то отстрелялась, вышла, и начала думать, окей, хорошо. А что-то я еще же покупала какие-то нитки. И я вот помнила нитки только на одну схему, которую, ну, спойлер такой. Я собираюсь начать в этом году. Да, у меня же там три старта разрешены в этом году. А я только один пока сделала. И вот еще два. Ну, я не знаю, буду ли я два использовать. Один вот точно использую. Вот в августе хочу. Вот. И основу я там под нее купила и так далее. Хотела, кстати, одну из новинок савиного леса тоже сейчас купить. Потому что я думаю, что в августе выйдет. Надеюсь, в августе выйдет. Видео с покупками. Ну, не буду сейчас спойлерить. Там что-то какая-то мешанина странная. И, в общем, туда же можно было бы докинуть еще один савинный лес. Но что-то в итоге я подумала и решила, что ткани у меня для него нет. И я бы предпочла все покупать вместе. Потому что... Ну, потому что потом у меня будут лежать нитки. Я захочу начать. Допустим, не в этом году, а в следующем. А когда я основу смогу купить, вообще непонятно. Лучше все вместе куплю, когда будет возможность купить и то, и то. Сейчас у меня такой возможности нет. Ну вот, и я думала, а я же еще что-то покупала. И я вот помнила только вот эту вот бабу-югу. И я помнила, что вот это вот у меня нитки для лам. И я помнила, что я докупила еще ниток таких, чтобы потом, когда закончу лам, вышли еще какой-то сюжет из этой же серии. Там разные есть. Там и пирамиды, и что-то. Я не помню, кого я хотела вышивать. Какие-то ящерки там. Ну, короче, много всего. Но, в общем, вот это я докупила. А дальше я ничего не помнила. Причем у меня же было куплено еще что-то до этого. И, в общем, я полезла смотреть, что у меня там. И вот у меня, смотрите, у меня есть кот-баюн. Как я могла про него забыть? Это прям моя любовь-любовь. Я знаю, что все уже повышевали его. И змей-горыныч. Вообще, мне очень хочется, чтобы ниток осталось достаточно много. И чтобы я из остатков этих смогла еще и рыбу-кит вышить. Потому что она мне тоже нравится. Тоже его все вышивали. Мне кажется, змей-горыныч вышивали все-таки меньше. Змея взяла, потому что маркетцу больше понравилось. Вот. А еще, это уже в новый заезд. Видите, там даже под мешочком видно. Сестра мне привозила. И это вот мастерская гномов. Мне они так нравились. Так нравились, как я могла про них забыть. Я вообще не знаю. Ну, не нравились в прошедшем времени. Они мне и продолжают нравиться. Я просто почему-то про них забыл. Вот. Значит, здесь такое новогоднее, предновогоднее, да, декорирование. А здесь живопись. Это, по-моему, осеннее такое. Вот. Чудесные. Потом я все по НК беру, да? Или нет? Вот это по НК. Так, хорошо. А это ДМС. Вот я что-то шиканула. Мне, наверное, хотелось попробовать и то, и то. А еще я заметила, что все-таки оттенки разные. Вот. Если смотреть, вот это в ПНК по-другому немножко выглядит. И, по-моему, когда я выбирала, кстати, на гномов, я прямо смотрела уже даже не столько по цене, сколько по оттенкам. И мне какой-то из этих, я не помню, один какой-то мне показал, что плюс-минус одно и то же, а другой какой-то мне понравился больше. То ли зеленый, вот был насыщенный. Ну, в общем, я не помню что, и я решила взять по НК. А вот на эту новую работу, которую я хотела, но не все, ну, да, думала вот сейчас купить, чтобы в августе вам показать. Я как раз думала там ДМС взять. А сейчас увидела еще отшив, и там явно по НК отшивать. В общем, ну, короче, поскольку у меня все эти сомнения, я решила пока его не брать. Ну, и да, он там огромный. В общем, вот это вот с этими конями, единорогами, такой, ну, оттенки мне очень нравятся. Блин, мне там все на самом деле нравится, но действительно, размеры какие-то конские, непонятно зачем, так много. Вот, короче, не взяла. Значит, у меня на сегодня план дошить каникулу Санты, ну, дошить норму тысячу крестиков. И посмотрим, там, наверное, буду доставать карту мира, потому что Новый год на этом у меня закончится. Вот, и что завтра будем заканчивать неделю. Завтра вообще у меня будет не особо вышивальный день, поэтому вот сегодня посмотрим, если работа позволит, две работы взять и повышивать, а если нет, ну, закончу Новый год, и хватит. Все тут же четверг, и я готова показать все. Все выполнено в плане рождественского забега в июле. Я закончила вышивать норму на каникулах Санты, повышевала еще бэкстич вот в этой стороне. И зеленым повышевала, в общем, чередовала я бэкстич, потому что его достаточно много. Он в одну и в две и в три нити. Есть дробные, вот смотрите, здесь фрузелков немало и так далее и тому подобное. Я, в общем, старалась чередовать, чтобы сильно не утомиться. По поводу фрузелков, кстати, хотела рассказать. Это вышивала вот тут вот. И, значит, на каком-то уже вот здесь вот шестом-седьмом узелке у меня с другой стороны, когда я вынимала, вытаскивала иглу вот сюда на лицо, у меня там что-то, какой-то узелочек образовался, и казалось, что он не очень большой. И я решила немножечко так потянуть, типа сам распутается или вылезет, значит, на лицо. Действительно вылезла, но наизнанку все, что я здесь делала. Ну, не все, два вышли, все остальные ушли наизнанку. Это, собственно, за это я не люблю... Нет, ну я сама, конечно, виновата, да, не надо дергать. Но вот так, поэтому не очень я люблю узелки не столько крутить, сколько если вдруг что-то пошло не так, и оно ушло туда наизнанку, то потом спасти все это не так-то просто. Ну или у меня руки кривые, как обычно. Значит, смотрите, каникулы санутые продвинулись. Здесь было 24, для тех, кто любит циферки. Здесь было 24,6%, стал 35,2%. На вот этом вот чуваке, который самый тяжелый у меня был, ну, именно вот как оно шло, здесь было почти 3%, стало 43,2%. Вот этот снеговик, который слишком быстро закончился, я недовольна. Значит, здесь было почти 6%, стало почти 42%. Рыбеха. Чудесная рыбеха, конечно, у Мора. Здесь было 2,86%, стало 31,3%. И книжный. Значит, на книжном было 11,6%, стало 37%. Значит, книжный и вот это, и вот это, это, в принципе, серии. Здесь будет 6 сюжетов, здесь будет, ну, не знаю, сколько сюжетов. Я думала, что сделать здесь разных. Сколько влезет. Вот, и по одному покупать, но пока у меня куплен только этот. Больше других нет, поэтому неизвестно, когда эта серия продолжится. И здесь у меня сейчас куплено 6. Ну, понятно, что в этом году я ни один не закончу. И даже если, может быть, какой-то закончу, вряд ли я начну следующую. Поэтому вот у меня 3 серии, 2 не серии были. Значит, с Новым Годом мы закончили. Дальше я беру, вот, это панна, если вдруг вы не знали. Значит, это моя карта мира. Обычно я ее с понедельника всегда беру и тысячу вышиваю там, ну, за сколько успею, за 2-3 дня. Вот, а теперь вот так вот возьму в четверг. Посмотрим, сколько успею. Значит, я здесь буду продолжать вышивать в этой зоне, там, где запялено. Буду продолжать стараться зашить максимально вот все, что здесь по земле, все, что здесь пропущено. Буду смотреть на свое состояние в плане устала-неустала. Да, я говорила много раз, что этот участок больше утомляет, чем, например, рамка. Да, но здесь достаточно много бэкстича в подписях. Поэтому, скажем так, если я совсем устану именно от крестиков, от разброса, буду вышивать бэкстич. Но, чтобы вышить бэкстич, например, вот здесь, здесь его достаточно много, потому что там целое какое-то это письмо. Надо дошить сначала вот эти голубые крестики. Вот, так что постараюсь тысячу здесь сделать. Тогда это я уже буду третью неделю делать крестики, ну, выполнять норму на полушарии, внутри полушария, да, где земля, а не на рамке. Посмотрим, успею ли я это сделать за сегодня, за завтра, до того, как закончится эта вышивальная неделя. Но, с учетом того, что у меня уже пять процессов по тысяче вышито, получается больше пяти тысяч крестиков. Я уже на этой неделе вышла, поэтому я, конечно, торопиться не собираюсь. Но, посмотрим, было бы, конечно, хорошо на выходные эту работу не оставлять, потому что у меня на выходные останется еще анимон. Мне надо закончить, но это точно уже в эту серию не войдет, будете смотреть в следующей. Вот, я включусь, когда буду знать, сколько у меня здесь на карте продвинулось. Я не знаю, буду ли я ее вышивать сегодня целый день, обычно я ее вечерами не беру, но я подключусь. Если вдруг что-то будет такое прям сверхъестественное, было бы классно, конечно, постараться и вечерком ее повышивать. Но, если устану, конечно, отложу, возьму что-то другое. Итак, сегодня 21 июля, пятница. У нас закончился первый месяц зимы, начался второй. И начало второго месяца зимы у нас потрясающее, плюс 24 градуса. Завтра вообще 26, обещают. В общем, не до вышивки, надо бежать гулять. Поэтому вот это включение, я думаю, будет завершающим. И давайте расскажу, что же у меня с картой мира. Значит, я ее вчера решила взять, вышла на ней 80 крестиков, поняла, что ну как-то вообще не алло. И я сначала как-то еще пыталась, отвлекаясь, что-то поделать. Но в итоге, в принципе, это все дело отложила. Значит, давайте сначала расскажу, что все-таки здесь происходит. И потом же расскажу, чем я занималась, когда поняла, что с крестиками не получится. Значит, я вчера и сегодня, сегодня я тоже взяла чуть-чуть, повышевала вот сейчас до обеда. И все, я думаю, что я сегодня больше уже вышивать не буду. Ну, если вдруг там что-то у меня отменится. У меня сегодня поход в гости к девочкам. Вчера был день друга. В общем, у меня сегодня-завтра встреча с подругами. Значит, я упорно пыталась вышивать вот этим цветом. И за вот эти два дня я вышила там чуть больше 300 крестиков именно этим цветом. Вот только им и вышивала. И это, конечно, достаточно тяжело в том плане, что помимо того, что это все еще и вот так вот разбросано, это такой, знаете, цвет, ну, ну, такой. Значит, я им, вот он тут на исходе. Хотя им еще очень-очень много вышивать. Здесь есть дополнительная пасма. Вот она, видите, 22 номер. Вот это он, родимый. И вышивать им еще много. Я, значит, вот вышивала, вышивала, 300 крестиков навышивала. Но тут еще им прилично шить. Вот здесь остался этот цвет. Вот здесь будет. Вот тут будет. И вот здесь где-то еще тоже будет. Так что еще шить и шить. Пока я им не вышью вот здесь, я не могу делать бэкстич. И я понимаю, что я сейчас, если вот это вот сделаю, устану от этого цвета, сразу пойду на бэкстич. Я, значит, как бы схалтурю. На самом деле, наоборот. Вот для мотивации себя самой, чтобы не откладывать это. Но потом я вышивала, вот старалась здесь делать, а здесь уже какими-то остаточками. Потому что тут, ну, как бы одной ниткой без закрепления достаточно тяжело. Потому что тут вот есть, потом дальше как-то. Тут вот чуть-чуть. И здесь что-то по краям. Вот. Поэтому я тут, конечно, чуть пошила, но двигалась преимущественно вот здесь. Значит, вот. Триста крестиков вышло. На что я вчера отвлекалась? Значит, я вчера купила себе схему. Я вообще в этом году, наверное, спасибо... Спасибо году без стартов. Мало, достаточно покупаю схем. И я вообще вчера думала, что я первую схему купила. Сейчас я вам ее покажу. Но потом я поняла, что я ошиблась. И это уже вторая купленная схема. Значит, я сейчас не вспомню имя дизайнера. Я оставлю ссылку на нее. Вот такую схему я купила. У нее выходили круги. Три круга. Все с подсолнухами. Одна с домиком, без забора и без гор. И так, я вам тут отражаюсь. Вот тут вот, ну блин, не особо видно. Но тут солнышко там вот проблескивает. А в другой там такое более сиреневое небо закатное. И третья там с петухом. И тоже с подсолнухами. Вот, и они все у нее выходили в кругах. Мне очень нравилось. И Велина, добрый, хороший человек, приносит все время какие-то красивые схемы. И, понимаете ли, соблазняет. Большой, огромный тебе привет, Велина. Вот, я ее вчера, значит, ругала, жаловалась, говорила, что вот она мне все испортила. Я первый раз схему купила. Но на самом деле нет. Круглые. Я как-то вот держалась и говорила, что ну опять круглые. Что-то, ну на самом деле надоели эти круглые схемы. Не то, чтобы я к ним плохо отношусь. Но оформлять их в Аргентине точно не вариант. Не то, чтобы я все оформляла. Но, в общем, надоели просто круги. Вот. А на самом деле той схемой, которую я первую купила в этом году. Так, сейчас. А то у меня тут что-то почему-то на этом телефоне глючит сейчас. Значит, первую схему, которую я купила в этом году, была схема по, сейчас я закрою, схема по моей собственной фотографии. Вот. И нарисовала ее Ксюша Бомбола. Это Чальден. Это Закат. Вот. У меня такая фотография есть. Но я показывала, рассказывала о каких-то других видео. Ну, вот. Короче, круги были круги. И там с кругами я держалась. А потом вышел петух и в круге, и в квадрате. А петух вот что-то как-то мне... Ну, не то, чтобы он классный. Но что-то мне не хотелось петуха. И вот она сделала квадраты и на предыдущие схемы. Значит, я в целом ссылку оставлю, но на момент выхода видео там уже, конечно, цены предзаказа не будут работать. Но я думаю, что все, кому надо, либо купят за полную цену, либо пройдут мимо спокойно. Вот. Значит, я решила выбрать все-таки одну схему. Не две. Потому что я вообще думала, какую эту или ту, которую без забора. Но взяла эту, потому что тут горы. А, еще ж я набор купила. Слушайте, я и набор купила. Ну, набор сейчас не буду даже рассказывать, спойлерить. Это будет в августе. Я надеюсь, в конце августа будет видео про покупки. Очень на это надеюсь. Ну, посмотрим. В общем, короче, купила. Там из разных стран приедут ко мне, я надеюсь, скоро. Это разные всякие покупочки. Так. Ну вот, когда я напокупалась, я решила, значит, вернуться к карте. Там поняла, что вообще никак. И решила оформить работу. У меня, значит, есть... Сейчас сразу уже покажу, да. У меня есть серия заявленная с курочками. Вот. Подразумевается, что я эту серию должна шить только... Ну, в общем, после того, как я оформлю, я могу взять новую. Вот эта вот курочка была вышита еще в прошлом году. И я, соответственно, могу стартовать с новой курочкой только когда оформлю эту. И, в общем, я села и решила, что надо бы ее оформить. Я не обеспокоилась тем, есть у меня материалы или нет. Вот. И взяла, значит, тут достаточно хорошо совпал голубой. Вот эти вот розовые. Мне очень нравится, что они так сильно блестят. Но по цветам все совпало. Задник тоже такой. Вот. Кривенько все. Кривенько. Значит, вот эти вот полосочки, видите, я тоже криво присобачила. Но я уже поздно это заметила. И не стала распускать. Потому что я это на руках делала. И я не вижу, конечно, где там. Ну, можно было, конечно, это я... Можно было постараться распустить. Но, в общем, я подумала, что ладно. Я давно смирилась с тем, что у меня все криво-косо. В общем, что случилось? На моменте, когда я вот это вот все вывернула и посмотрела, что все кривенько. Но получилось. Вот. Я поняла, что у меня, оказывается, да, нет наполнителя. Он у меня закончился. Он у меня был. И я почему-то была уверена, что у меня что-то оставалось. Но, видимо, не осталось. Поэтому пока еще не дооформлено. И когда я уже набью, сошью, будет у меня игольница. И можно будет начать новую курочку. А следующий курочек, там их несколько. Я, наверное, хочу сделать тех, которые белье вешают. Вот. Значит, у меня условие, что надо оформить во что-то прикладное. Неважно во что. Вот. Или даже у меня не написано, что в прикладной. Ну, в общем, короче, оформить. И подразумевается, что всех этих курочек я вышивать буду именно для чего-то прикладного. Вот. Ну, это изначально задумывалось как игольница. А другие будут там, может быть, что-то как там, я не знаю, мешочек для прищепок. Что-то для подхваток, прихваток, что-то на кухню и так далее. Вот такое вот у меня получилось. У меня было какое-то... Короче, не было у меня кружево. Я сейчас думаю, что можно было бы сюда что-то какое-то пустить такое. Что можно было бы прострочить ровненько, а не пришивать на руках. Да еще и криво. Ну, уж как... Ладно. По статистике, чем лучше у меня получается, тем меньше я пользуюсь. А вот, когда кривенько получается, я пользуюсь. А я хочу пользоваться игольницей, потому что... Потому что мне она нужна. Потому что я снова тыкаю иголки куда ни попадя. У меня, значит, есть одна игольница. Вот эта вот. Тоже кривая, косная. Но я ее почему-то переместила вот сюда. Наверное, ну, для какой-то фотографии или еще что-то. Я ее переместила вот сюда, где я снимаю. Но я здесь не вышиваю. А она здесь так и стоит. И я не знаю, в чем проблема перенести ее на стол. Но вот, видимо, в чем-то проблема. Поэтому буду вот... Набью. Я, правда, не знаю, когда я теперь смогу купить материал. Потому что вот сегодня-завтра точно нет. Видимо, на следующей неделе. На следующей неделе у меня приезжает маркидс. Так. Значит, я на этом неделю свою заканчиваю. Она была достаточно плодотворной. Я вышла там... Ой, я вчера считала, было 5200. И сегодня я еще примерно 300 крестиков вышла. Ну, то есть опять 5500 я за неделю вышла. Вот. И следующей недели не будет. Не будет следующей недели. Потому что во вторник приезжает маркидс. Я не хочу... Он приезжает совсем буквально ненадолго. На недельку. И я не хочу... В общем... Вот не хочу. Снимать. Я буду снимать уже итоговое видео за август. Я, естественно, покажу, что я за эти не вышивала. Что у меня там получится. Мне нужно будет вам показать и 2000 на карте мира. Ну, 300 я вышла. Да, вот сколько еще остается. Я должна буду вам финиш показать по овечкам. Маленький финиш. Большой финиш по анимонам. Я должна взять на завершение кролика. Я должна Dimensions там норму подбить. Так что будет, я думаю, достаточно интересно. И следующую серию не пропускайте. А в этой я напоминаю, что я предлагаю вам под этим видео оставить ваши вопросы. Чтобы если их накопится много, я сделала отдельную серию. Если не очень много, то я и включу ответы на вопросы. Соответственно, в итоге, наверное, июля. Я обнаружила еще и то, что иногда я, когда открываю приложения YouTube на телефоне и на компьютере, мне как-то вот некоторые сообщения ваши, комментарии открываются, а иногда некоторые вот не видно. Или, например, в приложении именно вот в творческой студии, да, для тех, кто, у кого канал. Там одни сообщения, когда под видео открываешь, есть какие-то сообщения, которые не высвечиваются. Я могу пропустить какой-то ваш вопрос, какой-то ваш комментарий. Если я вам не ответила, то это не потому, что я вот просто забила и не хочу. А, скорее всего, я просто не увидела ваш комментарий. Особенно это случается, когда в дни вот выходит новая серия, а вы оставляете комментарий под какой-то предыдущей серией. Их много, и я иногда просто не вижу и пропускаю. Вот. Поэтому, пожалуйста, вопросы вот под этим видео задавайте, и я на все-на-все отвечу. Вопросы любые, соответственно, по любой работе. Не по работе, по Аргентине, просто по работе. Меня часто спрашивают, кем я работаю. Так вот, да. Так что жду ваши комментарии, ваши вопросы, и увидимся уже в следующей серии в начале августа. До новых встреч. Пока.